Друзья, а вот еще один интересный и неоднозначно трактуемый случай, который интересен не только эндоскопистам, но и гастроэнтерологам. Итак, дисфагия, ком в горле, охриплость, ларингофарингеальный рефлюкс, о чем мы думаем в первую очередь? Герб и рак пищевода. Да, конечно, но это совсем не весь диагностический ряд. Есть еще заболевания с такими симптомами, которые также могут эффективно поддаваться малоинвазивному эндоскопическому лечению. Итак, случай. Добрый день, коллеги. Хочу вам предложить интересную тему для плейлиста эндоскописта. Inlet patch. Что это? Безобидная заплатка пятно пищевода или недооцененная назойливая проблема пациента, лорача и гастроэнтеролога? Inlet patch или цилиндроклеточная гетертопия пищевода, это островок гетертопической слизистой желудка в проксимальной части пищевода или реже дистальной части. Синоним это inlet patch, cervical inlet patch, в переводе как пятно на входе. Гетертопия это, по сути, атипичная локализация. Этот очаг был впервые описан Шмидтом более 200 лет назад. Часто этот очаг недооценивается и не обнаруживается эндоскопистами при проведении гастроскопии. По данным литературы частота при аутопсии достигает аж 70%, а частота при ГДС всего лишь до 14,5%. Патогенез. Гипотезы разные. Основная это их врожденное происхождение, неполная трансформация столбчатой эпителия в плоские в процессе эмбрионального развития на 24 неделе. Вторая это разрыв окклезионных проксимальных желез пищевода, образование ретенционных кист и лопасть, которые приводят к гетертопии слизистой. Метапластическая трансформация самого плоскоклеточной оболочки в столбчатую связана с хроническим воздействием кислоты. Клиническое значение. Ну, давайте так, снижение качества жизни это хронические симптомы, причины которых не выявлены. Редкие осложнения. Кишечная метаплазия, дисплазия, эрозия, изъязвления, мембраны, перфорации, свищи. Не будем забывать про ассоциацию с хроническими атитами и синуситами, бронхиальной астмой. Именно так описывается значение Inlet Patch. Ну и стоит добавить про маленький процент самой нейлоплазии в локусе желудочной гетертопии. Какие же проблемы несет Inlet Patch? Ну, в первую очередь, это симптомы ларингов рингеального рефлюкса, которые присутствуют от 20 до 73 процентов, по данным литературы. Нет других причин поражения пищевода, но есть симптомы. Это неосведомленность врачей. Интерпретируют как очаговый изофагит, эрозии, язвы. Отсутствие правильного диагноза – это неправильное лечение. Если мы говорим про симптомы, то большинство Inlet Patch протекает бессимптомно. Однако, по данным литературе, клинические проявления все-таки присутствуют у 20, а порой даже у 73 процентов пациентов. Какие симптомы? Ну, чаще это хронический кашель, это ком в горле, это жжение, першение, охриплость, осиплость голоса. Механизм развития, он заключается в том, что раздражение очага повышает давление в нижнюю, верхнюю пищеводную сфинктера, рефлекторно его сокращая. Ну, обусловлено защитный механизм дыхания, который связан с рефлюксом. Секреция слизи, муцина, дни кислоты может тоже проявляться этими симптомами, которые не реагируют на ингибиторы протоновой помпы. Нарушение синхронной моторики пищевода. Ну, это двигательная дисфункция, отмечена на основании манометрии и суточной пашметрии. Что касается диагностики, эндоскопическое исследование, золотой стандарт. Форма этих очагов различная. Овоидная, круглая, полигональная. В белом свете это лососевого цвета пятнышко. А вот в узком спектре режиме NBI красновато-коричневая. Профиль плоский, иногда вдавленная, реже приподнятая. Поверхность бывает и гладкая, бархатистая, бывает даже узловатая. Размеры этих очагов варьируются от 1 миллиметра аж до 5 сантиметров. Ну, а в количестве тоже. И 1, и 2, и 3, и бывает около 5 очагов. Расположение одиночное, парное, цепочкой, полуциркулярно, циркулярно, зеркально. Вот это признаки этого очага гетеротопии. Ценность рутиной биопсии участка гетеротопии не установлена. Биопсия своеобразна при подозрении на какую-то кишечную метаплазию и нейлоплазию. Коллеги, обратите внимание на эндоскопическую картину. В верхнем ряду это 2-3 картинка и в нижнем ряду 1 картинка. Это большие достаточно очаги цилиндроклеточной гетеротопии. И эти очаги были выявлены у двух пациентов относительно недавно, это свежий случай. Эти пациенты, у этих пациентов очаги были пропущены на предыдущих исследованиях. У одного пациента трижды, у второго пациента 7 раз. И мы выполняли исследования и 7 раз эти очаги не описывали. Хотя, однако, эти пациенты имели очень яркие симптомы, которые гастронтерологи связывали с симптомами гастрозофигиального рефлюкса. Однако, да, проблема заключалась как раз не в рефлюксе. В ходе обследования мы выявили, что причина заключается в этих очагах. И достаточно успешно эти пациенты были пролечены. Поэтому вот такие крупные очаги, ну, это грех такие пропускать. Из особенностей стоит отметить, что эпителий в эктапиром локусе чаще фундальный или кардиальный, реже антральный. И было отмечено, что в малых очагах эпителий, как правило, кардиальный. А вот в больших, именно фундальный тип. Бытует мнение, что притальные клетки, если есть, то будет кислотопродукция. Механизм кислотопродукции достаточно сложен, но соотношение такое имеет место быть. Стоит отметить, что не только кислотопродукция, но и продукция слизи может вызывать симптомы. Могут колонизироваться хеликобактер пилори, аж до 82%. Стоит отметить, что размер пятна коррелирует с тяжестью симптомов. Возможно увеличение секреции кислоты. Как же повысить выявляемость инлитпатч? Ну, ошибок много. Это быстрое ведение и излечение эндоскопов. Соответственно, необходимо увеличить время осмотра на выходе. Осмотр в белом свете возможно пропускать, этих очагов. А вот осмотр в узкоспектральном режиме, режиме NBI, позволяет, ну, чаще и быстрее обнаружить эти очаги. По данным литературы, NBI увеличивает скорость обнаружения в три раза. Ну, и соответственно, что улучшает выявление поражений 54 против 17%. При неясной структуре очага важно, конечно, применение хромоскопии. Что касается осмотра без седации или в условиях медикаментозной седации, то никакой корреляции обнаружения очагов в условиях седации не обнаружено. Однако мы с вами понимаем, что порой осмотреть пациента без условий седации невозможно. Он нам не даст увидеть, лицезреть, адекватно оценить не только размеры, но и структуру, какие-то изменения этого очага. Особенности заключаются в том, что пищевод интубируется вслепую. Сокращается верхний пищеводный сфинктер. Поэтому осмотр с дистальным колпачком, ну, наверное, будет предпочтительней. Мягкий колпачок облегчает и проведение эндоскопа, и обеспечивает оптимальное расстояние обзора слизистой. Итак, резюмируя, увеличение время осмотра на выходе, осмотр в узкоспектральном режиме, применение хромоскопии, осмотр в условиях внутривенной седации, осмотр с дистальным колпачком, все эти меры позволяют достичь высокой выявляемости, которая, кстати, да, частота выявления является как критерием качества выполнения эндоскопии верхних отделов. Что касается тактики этих очагов, нет симптомов, не нуждается в лечении. Есть симптомы, подтверждаем отсутствие гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, PH-мбинансметрия на помощь. Исключение функциональных расстройств пищевода, манометрии высокого разрешения на помощь. Лечение. Стандартизированных схем лечения не существует. Консервативная терапия принята для купирования симптомов. Порой приходится выполнять оперативное лечение, это хирургический метод лечения. Обычно они используются при развитии инвазивной аденокарциномы. Редко такое проявление, но бывает. Эндоскопическая диссекция, резекция под следственным слоем, при развитии дисплазии и энероплазии в очагах. При формировании мембраны и структур верхней трети пищевода используется эндоскопическое бужирование. Ну и как основные методы эрадикации очагов, скупирование симптоматики, это аргоноплазменная коагуляция и радиочастотная абляция. Стоит отметить, что нет рекомендаций по наблюдению. По консервативной терапии, это терапия степ-даун, степ-ап ингибиторов протоновой помпы от 4 до 8 недель, реже до 6 месяцев, с последующим назначением по требованию блокаторов H2 рецепторов. Ну или при непереносимости ингибиторов протоновой помпы они также назначаются. В случае беспокойства пациента, подключается анксиолитики в низкой дозе прокинетики. Стоит отметить, что ингибиторы протоновой помпы улучшают симптомы, но не доказано в клинических исследованиях. Урязный экспресс-тест с участка гетеротопии возможен, если тест положительный, эрадикация хеликобактер. Хеликобактер, кстати, наблюдался в слизистой фундального типа в 81%. Это, соответственно, большие очаги могут быть потенциально симптомными. В случае безуспешности консервативного лечения методом выбора является радиочастотная абляция. Показания – это выраженность симптомы и резистентность к ингибитору протоновой помпы. Отмечено, что в 80% полная макроскопическая и гистологическая радикация после двух сеансов радиочастотной абляции с улучшением качества жизни и исчезновения симптоматики в течение двух лет. Преимущество перед аргоноплазменной коагуляцией – это глубина абляции равномерно, снижается риск структур, перфораций и похоронительных желез, которые отмечались у 40% с пищеводом Баррата, по аналогии, леченных с помощью аргоноплазменной коагуляции. Поэтому радиочастотная абляция является сейчас наиболее эффективной и востребованной. Подведем выводы. Наличие симптомов ларингов рингеального рефлюкса – это хронический кашель, ощущение кома в горле – служит показанием к проведению исследования ЭГДС с целью исключения очага гетеротопии. Соблюдение методологии осмотра при эндоскопическом исследовании позволяет своевременно выявлять очаги гетеротопии. Тщательный осмотр в максимальной части, в первую очередь, с использованием высокого разрешения, в режимах НБА, увеличение позволяет дифференцировать очаги гетеротопии от воспалительных заболеваний и неоплазии. Комплексный междисциплинарный подход и детальный анализ очага гетеротопии определяют эффективный метод лечения и повышают качество жизни пациентов. Причина основная в том, что при заведении аппарата эта зона пропускается. Пациенту просит, что сделать? Глоток, аппарат заводится и этот очаг просто пропускается, проваливается на сантиметр, доктор не видит, а на выходе при излечении аппарата скорость излечения увеличивается, достаточно быстро проходит верхний пищеводный сфинктер, зону от этого очага, где чаще он располагается и этот очаг просто банально пропускается. Мало того, осмотр в белом свете не позволяет их так ярко выявить. В узкоспектральном режиме расцветка этого очага более яркая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова